всем привет мои хорошие с вами даша это канал сам солнышко play и сегодня мы начнем проходить с вами новую только вышедшую игру под названием это инфинитиум это игра инди-хоррор про вторую мировую войну выглядела игрушку очень интересно так что посмотрим я думаю супер-пупер-крутая поехали что тут ты уже сделал это однажды теперь нужно сделать это еще раз подпрыгивает подпрыгиваю что-то не подпрыгиваю блин графон мне нравится осмотреться используйте нажмите чтобы взаимодействовать ухты как я ой матюшки вот это я могу ты взори какие птички красавчик так давайте ой 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 так подожди азбука морза здесь по моему идет давай послушаем так я не очень шарю в морген чем морген это утро же по-немецки мы чё немец морген граун а чё это значит а я не шарю ты месяц напролет проклинал эти таблицы на которые приходилось смотреть часами а теперь жалеешь что нельзя остаться с ними навечно а чё ты а мы будем дорисовать давай дорисуем дневник он всегда у тебя под рукой приблизить отдалить прятать текст выглядит очень круто забираю я хочу с собой этих птичков я думаю мы с тобой не раз еще будем рисовать скорее всего много раз используйте чтобы ходить ну стандарт блин выглядит так красиво ты посмотри обалдеть буквы расплываются тебя перед глазами все же некоторым усилием тебе удается их прочесть тем траншеям операция морген граун а это какая-то операция смотри они хотят атаковать французские траншеи ты так хочешь ошибаться но чувствуешь что это смертный приговор я ничего не чувствую пока я говорил с ним но не знаю помню ли он хоть слово из того что я сказал спрятать текст воспроизвести а это ну то есть это все максимум ладно если вместо приказа атаковать отправишь по радио запрос помощи че тебя арестуют за дезертирство такая кто слушай но учитывая то что мне передали сообщение на немецком скорее всего я немецкий солдат дезертирство я не хочу кажется здесь что-то чинили жаль ты не особо разбираешься в технике а чё ты не особо разбираешься а как это так машину значит вот эту читает а в технике не разбираются но это как-то подозрительно подозрительно вы хотела пройти открытку домой но не нашел правильных слов а теперь слишком поздно тут храпит слышь храпит кто-то храпун какой-то а к нему нельзя залезть не пускает прикольно чуть вы тут спите вообще-то воюем мне кажется тут нельзя спать к оружию для нас в атаку всю роту давайте готовимся такая еще отвозьму беру а тучу стрелять на лоб и тучусь блин очень кухой боже мой вот это пушечка мечты просто красота а я умею стрелять вообще я не уверена винтовка модель 98 заряжен предохранитель снят добро винтовка нажмите и чтобы достать или убрать на жизнь высадить удержь офигеть и да да я не ожидала так вам пойдем воевать джимы что покой а я не люблю вот это вот так вот открывать нужно винтовка скорее у меня есть винтовка так того ой знаешь ничего похоже на амнезий бункер там вот прям то же самое было ой а в кого прям стрелять надо будет так я в колду играла так что должна 1 взвод ждет приказа командант дайте-то второй взвод ждет приказа командант вы дождите а я приказа даю что ли 3 из вас ждет приказа хары командан а я какой взвод то нечет ничего не дали зур какой-то так ладно используешь протестан с русской пространстве тем он узенькой могут пролезть так тихо солдаты пошевеливайся таки это мне а сектор этим врачаем сейчас а куда стрелять я очень понимаю давай я пойду мне туда да я туда не пойду ой ты же ты враг уже прослушал придурок так а чё делать так куда стрелять ой это мой наверно я застрелил слева с левой стороны слева да кто я ничего не понимаю что происходит я сюда не хотела идти поле бед я просто бегу все побежали я не понимаю что происходит куда стрелять в того чего зачем почему как кто-то умер ой но в меня никто вот смотри вот вам второй взвод пошел давайте ребята так ну видимо мне туда ладно я просто бегу видимо мне скажут когда в кого-то стрелять я просто не понимаю я самый тупой солдат на свете я просто покупаю бегаю туда-сюда и все видимость видимость создаю были участвовать надо будет стрелять и давай-давай-давай попали куда попали в кого блин пацаны помирают я бегаю ну ладно я не знаю ой главное не подзарваться остальное ой ну вот не хватало еще утопиться в лужи на войне ну что такое подождите не бомбите меня не бомбите меня нас прыжа пижама граната не знаю не вижу никаких гранат просто бегу вперед я человек простой вижу тропинку просто бегу по ней ой так ладно аккуратно отбежать я не хочу воду ну как-то так странно падает воду как-то туда захлебывается туда короче головой знаешь где бы не ногами вперед и лицом вниз пробит да где чуть-чуть поймал пулю плачет мы могу как-то помочь ему он тут плачет до а колючая проволока то сюда так это вот это мои или нет и для француз я кто я не понимаю ну вон они стоят что-то мне кажется и друг другу стреляют просто ну конечно а куда как вот еще должно было быть по-другому заверши пролог я зашел пролог неудачненько завершила видимо прямо на крючу проволоку но это больно да и то чтобы это моя рука еще и отсутствие так я умру щас от потери крови я тоже буду плакать но я бы плакала сто процентов да это больно чё происходит он мою руку поднял а чё он так расстроился-то ой смотри как круто дорисовано это уроборос змей вечности а чё расстроился-то чё он забрал у него не поняла он руку забрал мою что а знаете зачем и к что он больше не нужно слушай ночью палату пропала как бы извини терял потерял нажимаю это безумие должно закончиться слышишь пройди по пути отчаяния там какой другой путь был нет я хочу чтобы мой сын вернулся ты это проклятый благородный орден вы собрали у меня ты у меня все отобрал сукин сын чепуха даже сын вернулся ты это знаешь это я без руки то а мне дадут протез интересно какая-то кровать маленькая я чё два метра ой полтора метра что она еда так ладно над коллегами не смеются хоть смеется ничего смешного нет руку можно посмотреть блин у меня ни рук ни ног нет ладно фотография роты почему них лица замазаны одна спичка одна искра больше и не нужно взять конечно ты смотри она даже мне для полторашки не хватит открывать мне кажется тут для метро у человека только хватит за их 1 крыга и даже не буду стараться знаете чего не очень громко язык озвучки блин мне кажется французский был прикольный так вот его минут так громко так громко все ладно так вот но мне прям реально громко уши прям в шоке вообще так заперта что это у меня почему мои мои шкафы заперты дорогой пауль я подготовила тебя копию азбуки морзе ты наверное изучал ее в школе код морзе это целый язык и я теперь довольно бегло на нем говорю к счастью мой телеграфный пункт находится в надежном месте это уже дважды спасло мне жизнь у меня скоро выходной в этот раз мы сможем увидеться или я опять встречаюсь только с мамой пожалуйста позаботься о нем твой брат мой брат о о блин так надо было при свете читать я глаза порчу ух ты смотри какие солдатики подчиненная лавяна солдатик слушаться каждой у команды такие прикольные да классные мне кажется военному чуваку это нахер идет клинок куда тяжелее чем кажется какие-то вспоминания которые почему я заперта судорожно дышит старая игрушечная ружья она поведала немало сражений что-то судорожно дышь хватит судорожно дышать не пугаешь не надо так дышать пожалуйста я думаю нам надо пойти погулять по дому и так ну а дождь и здесь не все посмотрел еще такой окна запотели зеркало разбито ты видишь свое отражение только силуэт я даже силуэт не вижу о подарок от великого генерала так о чем не руку оторвала но я выжила ну как и чтоб дождя отчет он кого-то хочет или нет не надо ничего с ружьем делать народ не блин дом кайфовый кстати блин такие классные пароходы сделали красиво прям укладушки с каждым днем не все хуже и хуже прошу тебя помоги мне матерь милосердия я не переживу еще одного укола его отец его окружение его яд он говорит что я безумна он говорит что кукушонок это мой сын но я знаю то что знаю они у меня все отобрали моих детей мой язык даже мое имя он сжег мою библию разбил мы из ту клетки но они не смогут отобрать тебя у меня матерь милосердия мать печаль чё за мать милосердия это какая-то это сектантская тему что ли новая пошла не чё за мать милосердия не понимаю блин дождик а куда идти чё-то какой-то дом огромный это особняк цел пираты какие-то так ладно они бегать можно это кстати плохо что такое хорошо у меня есть фонарь там чего-нибудь пожалуйста стоп я даже подобрала спички она видимо только спичками есть тут шумит кто тупый чуть-чуть происходят и где дом я неду тут заперто все почему-то здесь вот тушится пойдем туда пипец и спринтер а тут все закрыты вообще дверь комнаты брата заперта но ты точно что-то видела это не может быть он или может я ничего не видел что-то просто ухты тяжелая шестерня пахнет маслом заберем конечно очень полезно хозяйство берлин 4 тигря 18 года установка лифта уважаемый генеральный директор фон шмидт работы будут завершены концу недели будет выставлен внутренний счет компания платят заместитель так стоп так это не про вторую мировую войну если восемнадцатый год то это значит про первую или прочего вообще так ладно ничего не происходит лифт на чертак похоже совсем новую интересно что хочешь походить посмотреть да ну ладно пойдем посмотрим а так стоп стоп наверх я не могу брать видишь закрыто там кто-то поет мама наверное обереги должны отпугивать зло так почему же тебе от них так тошно мне не тошно я вообще с радостью возьму все обереги чтобы со мной ничего не произошло так механическая птица были не подумал настоящая у милашка перфолента марш написано честь великого генерала лотра фон шмидта давай заберем зачем правда пусто дорогая мама под грохотом пушек я не могу больше злиться на отца я очень за вас переживаю а паули что-нибудь слышно он не ответил ни на одно мое письмо йоханнес вроде это немецкие все фамилии и имена открой пусто это походу комната мама нашей шьет тут видишь на французском то даже мы французом сестренка как твои дела мы приезжали в берлин навестить тебя но горничная нас не пустила берлин немцы какой-то старик что-то кричал на немецком но я ничего не нет француза мы ошиблись адресом почему ты перестала мне писать ты получила поющую птичку помню как мы с тобой пели на площади перед церковью любовались золотыми птичками из окна в кафе мамы и папы если стало совсем не уносимо прошу тебя возвращайся домой как дела у мальчиков пожалуйста напиши мне сын бальбин 3 мая 1908 так это вообще сто лет назад мама лежала здесь дни напролет и плакала а чё на плакал так кукла мне не нравится кукла мне уже птицы тоже не нравится пугает ладно пойдем посмотрим дальше так это мы брали карл стал таким же жестоким как его отец он запрещает не говорите войне о сыновьях которых это потерял мне даже не пускают в комнаты моих родных сыновей само мое существование теперь по запрету жаль что я живу не на такие мысли эту голову и хоть уж любая жизнь каждая жизнь ценна я туда не пойду пока дорогая мама я рад что вы смели пережить этот холод я знаю что дома сейчас плохо с едой все было бы намного лучше если бы мы просто сдались но я уверен отец и слышать ничего об этом не хочет он наверное думаю что война принесет ему честь и славу как дедушки честь и славу в этой войне не пережили даже первую зиму о мы так хотели отправиться на войну какими же мы были дураками и все же я напишу отцу я беспокоюсь за пауля соль так мы будем эти круги рисовать сольный да берлин 17 го дорогая фрау фон шмид я принесла вам несколько картофелин вы всегда были ко мне добры и давали немного больше денег я рада что могу чем-то вам отплатить сейчас всем нам непросто но я знаю что вам тяжело в войне пожалуйста берегите себя надеюсь что скоро смогу снова работать у вас может быть когда закончится зима ваша подруга урсула брюгель урсула ой дежурный на кухне по уборке дома с 8 до 7 брюгель брюгель адлер адлер ладно в общем кто-то убирается у нас так куда это странная женщина шла сюда да мама часто собиралась музыкальной гостиной и не выходила тут часами но не сегодня ты этого не допустишь это мама мама все-таки там шарахается у нас с тобой ключи есть самые темные времена меня спасает только музыка если в мире сердце которую она не может растрогать но когда звучит этот ужасный оксетрион карла и музыка его отца мне хочется вывернуться наизнанку кажется будто стены рушатся с ними весь мир мне не хочется жить но я знаю где он прячет ключ когда ты находишь документы важны для решения загадки они автоматически попадают в инвентарь ты можешь перечитывать их любое время нажав там все остальные документы остаются на своем месте в игре их можно перечитать нажав куда-то там такая а опять спичка у меня спички кончаются она она же не сказала где ключ надеемся дорогой генерал что этот аккер аркистрион и марш которому вам прислали принесут ваш дом немного воспоминания прошлого чтобы вы и ваша семья радовались вашим бесчестным победам и победам отца в германии арксетрион это пулемет из мира музыки он разом решит все ваши проблемы ваши братья из ордена красного орла но все-таки я немец или нет я не понимаю уважаемый генерал-директор похоже кто-то нарочно испортил ваш аркистрион несколько деталей вытащили специально я нашел цилиндр и установил его на пропавшие шестерни нигде нет мы нашли перфолента которого говорили мне также не удалось найти это мы тоже нас ли я вернул ключ сундук в прихожей теперь мы беремся к установке лета сундук в прихожей понял сундук это вот это парлен уроки стрелан вот это бандура офигеть него собрать типа надо да и чё-то чё-то произойдет в моей жизни ладно куда 6 прочно от сначала открыть какими-то ключами и только потом а мы чуть с тобой сможем сделать у по опа подожди я еще туда не доходила пойдем пройдем что-то пока стрёмно как то тут так нам по моему вор пробрался но я же не виноват что ты такой медленный я не виноват что ты не можешь меня подсадить нормально сидим же говорил вам нельзя забираться в дом через окно это не открывала я стали отстучал никто не открыл ох мальчики и тогда заходите только тише дедушка спит мне кажется что вас дети сбалованы и они типа разбили стекло и зашли прикол меня бы наверно вы парали всеми ремнями которые есть в доме так что вашу кудом приношу свои глубочайшие соболезновения со смертью ваших сыновей ваша подруга убрать так подожди у нас получается оба и вот этот йоханссон и пауле умерли а я кто грязи обрезался и все мы ответили светлая память а кто я кто я такой я свечки могу я соберу все очень в прихожей было кстати нельзя зачем на фото вас брат взгляд падает на лежащий рядом микролог сражались они просмирились ваш так подожди это говорят же оба сыновей умерла нет с глубочайшей скорби сообщаем что сыновья нашего генерального директора и внуки великого генерала лотена фон шмидта пауль фон шмидт йоханес фон шмидт встретили героическую смерть на западном фронте да упокоятся не смерть берлин ты 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 то я такой вот окно коридоров поди обойди всю еще спички меня имбиром не броня нравится что мне надо собирать спички взять со списком погибших тебе совсем не хочется их читать но я не буду читать это а свечки я все заберу вы же танка страшно картинка стой подожди а зачем мне забирать свечки если я так себе темноту делаю я боюсь картин назначение врача пациент магдалина фон шмидт чтобы вылезать выраженной истерии меланхолии вашей жены защитить ее от всяческих эмоциональных потрясений ей противопоказано взаимодействие с любыми предметами или людьми которые могут спровоцировать приступ я рекомендую один укол каждые два дня пока симптомы начнут проходить в острые периоды меланхолии делайте уколы и ежедневно но это бэт это бэт упал и упал отчеты ты теперь тоже есть мокрый хватит брызгаться мам он меня блил теперь есть мокрый идите ко мне посидим вместе на берегу отлично а теперь можешь помочить ноги вода теплая приятно правда ты теплый мокрый посмотрите какие быстрые парусники парусник они точно будут в америку из ванзи озеро для это маловато он кто знает может они найдут способами так окей красная свеча она мне зачем я могу использовать нет они могли бы через хавель выплыть кельби и проделать путь до самого гамбургера гамбургера а это окно большой мир оттуда все возможно страшная картина она стрёмная посмотри на нее это знаешь какой-то супергерой эль тора какой-нибудь там он когда ты сперва увидел свой портрет он ничего не сказал не ствол хоть стромнулась отец ну ладно не мне конечно судить мне точно от свечки собирать я просто зачем-то это делала там красиво так и просто не знаю может их надо собирать но они темноту делать но так не нравится что мы как бы с тобой собираем свечки и на все темно становится но в общем то почему бы и нет мы же в инди хоррор играем нам должно быть темно и страшно правильно правильно пойдем сюда блин так стремно дышит так стремно открываются двери офигеть тут блин а у нифига удобно проход открыла актера дня то они живут болтали нет это тоже по рудке она так ну тут вот свечка избирать пойдем сходим на второй этаж получается этому нам сюда ой как красиво это герб нашей семьи волк ну типа охотники крутышки закрыта где бабайка там и ртуть лакокрасочный завод карл фон шмидт магдали она отказывается принимать что оба наших сын отправились служить кайзеру и народу это безумие я никогда не верил отцу но может быть он и был прав может она безнадежна с тех пор как отец приехал к нам 9 лет назад она стала совершенно другой я применил ртуть после долгих протестов она наконец успокоилась а штучь можно колоть разве в человека не думал от нее умереть можно легко совершенно закрыта дождь ашу мне нужно стиль задачи найти ключ чтобы открыть а до а ключ лежит где-то сказал на это не то я вернул ключ сундук в прихожей но если честно для меня тут все прихожая потому что настолько грамм громадный дом сундук вы видели сундук я не видела отступать сюда пришли нам не сюда а сюда мы откуда пришли отсюда по-моему да сундук в прихожей пойди найди этот сундук сундук еще открыт но вот как она не сундук это опа блин подвал еще есть стоп нет это но это шкафчики это не сундук 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 прихожей до цен на замках но цен на замках ничего не понимаю мамка тут закрылась блин зачем эту птицу завела так может быть здесь какой-то сундук ну тут тоже ничего на сундук не похоже из какая-то со тебя тошнит этот взгляд на эту картину кто мог нарисовать что-то подобное покупать сундук таки на это не похоже на сундук вот где прихожая ты понимаешь пойдем наверх а да он записал возвращаемся к лифту нравится я не вижу сундука никого так это дверь комната брата слышно прихожая это внизу а мы с тобой внизу были там ничего нет носила я так понимаю замки короче с вопросиком это значит что мы туда можем пройти если замок просто замок то мы не сможем пройти этот самый стрёмное место 10 темнеет постоянно нет ни хрена не видно я не видел этот сундук никакого сундука не видел ничего не знаю сундук прихожая но приходишь к это внизу это сто процентов это не тут да она здесь короче все время скажу на голос вот именно тут давайте выключим эту птицу на меня напрягает за заткни и все кашляет кто-то там кашляет не знаю зачем сундук ну точно сундук это не сундук это комод пауль ты вернулся почему ты меня не понимаешь ну пожалуйста помоги пожалуйста помоги кто не пугает это да может проснуться хочу проснуться где-ка но вот где сундук блин интересно короче батя что-то там кричал мне непонятно чё кричал слушай подожди ну вот это прихожая нет сундук здесь только музыка кстати приятненько такая началась другая музыка тут нет никакого сундука ну чё не обманывает он живет сундук прихожей так страшная картина это батька батьки батька здесь какая-то оранжерея ничего не понятно тут закрыто все фонаря кстати у меня нет пипец бег что по всему дому ничего не понимаешь ну вот это прихожая это сто процентов физика и это прихожая нашу это еще прихожу да вот 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 я прихожу я в прихожей ёжику понятно сундук то где тут подвальчик запертая конечно заперта зачем не в подвал не над подвал и не люблю в подвал ходить короче ничего не понятно но очень интересно как говорится могу нет ну окей хорошо ладно давайте наверное ребятушки на этом моменте с закончим продолжим искать своим сундук в следующей серии спасибо за просмотр подписывайтесь на канал ставьте лайки комментируйте и всем пока пока а а а а а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok